Хочется, чтобы мы с вами в ближайшее время доказали. Для любого натурального числа n существует, на самом деле, бесконечно много таких натуральных чисел n, что выполняется следующее условие. n число Фибоначчи делится на свой номер, а номер при этом делится на n. Вот задача вполне себе интересная, вполне себе, мне кажется, содержательная. Другая задача. Давайте я напомню ряд чисел Фибоначчи. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 25, 89, 144, 233 и так далее. Понятно, что вот это число непростое, это число тоже непростое. А вот это число делится на простое число, на которое не делятся предшественники. А вот это тоже, а вот это тоже. А вот это не делится, потому что двойка уже была. А вот это делится на 13. А вот это делится на 7. а вот это делится на 17, а это на 11. 89, по-моему, простое, а вот это плохое. А 233, по-моему, простое и так далее. Так вот, оказывается, что этих самых минусиков 4 и не 1 больше. То есть, любое число Фибоначчи, большее числа 144, имеет простой делитель, которого не было ни у одного из предыдущих чисел. То есть, обязательно возникает какой-то новый простой делитель. Хочется по-настоящему разобраться с вопросами делимости чисел Фибоначчи. И не только чисел Фибоначчи, потому что мне очень хочется, чтобы вы поняли, что те соотношения делимости, которые будут сегодня вам рассказаны, на самом деле есть не только для чисел Фибоначчи, но и в гораздо более простой ситуации. Вот с этой самой более простой ситуации я и начну. Продолжение следует...